Здравствуйте! Мы вот приступили к внутренней отделке дома, значит, занимаемся штукатуркой. Ну, во-первых, хотелось бы сначала первоначально взять специалистов, которые этим будут делом заниматься, но не получилось. Попробовали сами, и вот это видео, наверное, будет посвящаться тем, кто первый раз начинает штукатурить, примерно так, как и я. Ну, значит, для штукатурки необходимо минимум инструмента. Вот как пример, получается, вот начнем с этого края, начнем, вот видите, провела у меня, вот это еще от плитки осталось, двухметровая, полутора метра, два с половиной метра, два метра, полтора метра и метр. Вот такие-такие, значит, стеллажи я сделал, ну и здесь непосредственно, здесь идет у нас уровень, шпатели, значит, совок, мастерок, перфоратор, дрель и болгарочка. Ну, вот сейчас посмотрим, начнем, с чего я начинал, буду говорить, рассказывать и поделюсь, значит, тем опытом, который, значит, приобрел. Ну, здесь кое-что уже поштукатурено, вот здесь в маленьком помещении пройдем и начнем здесь вот с самого начала, здесь вот видите, я в прошлом году еще начал, вот в прошлом году начал. Ну, чтобы было более понятно, начнем с самого начала. Ну, первоначально, значит, стены я, значит, значит, вот обработал, вот здесь верхняя полоса, бетон, видите, вот, вот это, это, бетонным контактом. Здесь я покрыл, значит, грунтовкой, ну, прямо скажу, что можно было грунтовкой не покрывать, потому что на данном материале раствор держится очень хорошо. Ну, чтобы было еще лучше, еще лучше, значит, я использую вот такую сеточку, значит, сеточку прибиваю, сейчас я покажу, как это я делаю, я покажу, как я штукатурю, и с какими трудностями столкнулся, мы, значит, вместе с вами разберем, обсудим, может кому-то пригодится при работе. Ну, начнем, прежде чем начать прибивать, значит, металлическую сетку, надо распределиться, определиться, значит, как часто, значит, устанавливать маячки, вот видите, вот маячок один, вот маячок второй, вот третий маячок, как их устанавливать, я покажу, ну, и на каком расстоянии. Вот, использую вот такое, значит, правило, полтора метра, можно и два метра, но с полтора или метровым правилом легче работать, для таких специалистов, как я, начинающих. Ну, вот видите, здесь меточки я поставил, где-то сантиметров 10-15, где будут устанавливаться маяки, чтобы можно было достать края. Значит, ну, и, соответственно, здесь смотрим, видите, вот, получается, раз, оно, значит, идет, перекрывает, значит, соответственно, здесь достаточно и трех маяков. Вот, значит, ставим здесь, вот, получается, с этой стороны, где-то, вот, мы поставим, значит, вот один маячок, вот так вот, вот здесь, ну, примерно по центру, видите, сюда, где-то, вот, где-то в этом районе, значит, маячок поставим, да, ну, и с этой стороны тоже вот, вот маячок. то можно даже чуть сюда отразится есть нет а завода подачи установили три маяка значит надо нам дать вертикальную линию чтобы не влево не вправо он значит не заваливался для этого можно использовать просто простой значит уровень можно знать лазерный уровень это есть разница особо нету как большой попробуем дальше сейчас сейчас подожди сейчас уже его установили значит уровень мы навели на эту метку где мы пример примерно она должна быть точно вернее здесь вот берем карандашиком отмечаем здесь получается вверху вот здесь саморез будет вот здесь вверху видите здесь бетон сложнее можно было бы здесь но это надо дополнительно значит еще перфоратором работать так вот сделаем и и воздушно внизу где-то вот здесь получается сантиметров 15 наверное и доходя до пола вот есть отметки сделали ну что было более видный вот виде крестика сделаем что потом когда сетку набьем было легче найти вот видите вот раз так вот и здесь уже крестик и вот так раз все чтобы было проще найти и таким же образом значит делаем это дело и с этой стороны так с одной стороны сделали и и вот он сразу наводим здесь большой точности не надо но чуть-чуть подтащить точнее будет получше так вот он будет так здесь вот так ставим вот так один ну и наверху убрали так вот так вот так вот раз вот так готова так и значит так и последнее он она получается гораздо правило стоит перенесла можно это делать по отвесу можно делать по уровню можно делать и на глаз но лучше так проще вы отмечаю карандаш уже немножко сносился но пойдет еще так здесь есть у нас отметка была вот так вот ответка была и и внизу очень хорошо получилось почему потому что практически и попадали в раствор и будет попроще вот все значит разметку такую сделали уровень отключаем переходим к следующему там вот перфоратором значит сейчас мы будем значит долбить вот это ведь бетонная полоса это будем все наделать ну и заразе захватим достаточно крепкий бетон на расстоянии где-то сантиметров 10-15 бетонная полоса так еще вот досверлили отверстия вот будем забивать дюбеля пластиковые вижу когда мы делали опалубку я их забил ну очень много и пришел к выводу я говорил там повторюсь а что вот именно дюбеля вот такого вида очень хорошие они не заминаются ничего очень хорошо с ними работать и очень дешевая вот так покупали там как тысячи штук вот с этой тучи еще осталось и вот и же использую так что они пригодились нам очень хорошо и еще будем использовать использовать вот так по верху забьем по верху забьем и будем потом накладывать сюда сеточку вот таким образом вот так вот где-то в этом районе еще есть промежуточки вверх ногами закрепляем вот значит сетку металлическую вот такую они разных видов есть пошире есть поуже есть ячейка покрупнее но вот как всегда брали значит немножко взяли потом еще взяли еще взяли но вот такого вида значит вверху вверху на бетонную основу крепим вот такие пластмассовые пятачки взяли они отдельно продаются ими очень удобно держится очень хорошо они же ниже там вот дадут зайдем значит я покажу как я этот вопрос пришел здесь вот так вот довели до верха и вперед и вперед как всегда не хватает еще на руки ладно возьмем вот таким образом если бы еще одна рука была было бы лучше вот и все пойдет пойдет начинал когда я крепить я крепил достаточно так будем говорить что часто потом понял что наверное слишком часто тоже ни к чему видите здесь немножко закрепим кабель чтобы закрепился тоже все нормально так а уже можно бросать уже можно бросать сверху здесь тоже еще парочку закрепим парочкой хорошо вот таким образом прошлом году закончили работу и вот сейчас начали первый первый день продолжаем вот этих пятачков не покупил они недорогие продаются ну сейчас надо будет еще взять наверно вот так вот вот и здесь еще один и хорошо вот таким образом пойдут ну здесь по всей видимости две полоски надо бы делать две полоски я начинал я достаточно часто и делал даже значит одна другую перекрывает пришел к выводу что это наверно ни к чему сейчас я даже делаю с разрывом с определенного сантиметров 5 можно 10 сантиметров разрезать ничего вот значит закрепил закрепила теперь просто все до самого низшего нашла раз вот она за чушь ушла здесь вот видите кабель его протянуть надо ну пускай так будет вот возник у меня вопрос когда я начинал как часто как часто значит и каким образом мне нужно закрепил закреплять на стене значит первоначально первоначально я брал значит вот вот соответственно такие вот шурупы шуруп убрал на делал под них пятачки. Вот у меня ещё остались. Вот они остались у меня, пятачки. Пятачки вот такие, да. И вот таким образом я, значит, сначала, значит, шурповёртом закручивал. Значит, потом посмотрел, что это очень долго так. Начал вот так вот молотком забивать. Но, как говорится, забивал-забивал, потом пришёл к выводу, сеток, что должна просто держаться. А то, что она там закручена, не закручена, смысла большого нет. И пришёл к выводу в случае, что делать? Вот так вот, таким образом. Раз. О, степлером. Намного быстрее. И получше. Видите? Бах-бах. И всё. И вот сейчас я уже вот таким образом я люблю. И бросил я, значит, эти все саморезы, шуруповки. Бросил. Вот этот у меня степлер самый-самый наезд, дешёвый. Вот он работает пока. Ну, конечно, учитывая то, что это у меня уже не первый степлер, наверное, надо было взять подороже. И, как говорится, хватило бы на дольше. И самое интересное, то, что вот я вот закрепил, как говорится, временно, не очень сильно. А когда начну штукатурить, там будет видно, где надо ещё поджать, где оставить так. Вот так вот. Видите? Вот. Всё. Достаточно. Начнёт штукатурить будет видно уже. Раз вот. И хорошо, и быстро. Быстро и нормально идёт. Вот так вот. Ещё, когда положили на все блоки, надо было, наверное, не замазать, чтобы штукатурка получше была, доложилась. Ну, ладно. Вот, пожалуй, всё. Постеньки. Сейчас мы одной закончим, и второй. И дальше будем смотреть, что будем делать дальше. Значит, приступаем. Значит, обрезаем направляющие для маяков. Вот взяли размер, чтобы не рулеточкой брать, а просто вот две дочечки взяли, размерили. Вот. Примерно теперь знаем, где обрезать. Сейчас уберём, вот там здесь обрезаем. Вот. Вот это дело можно делать ножницами по металлу, но вот я считаю, что болгаркой попроще. Болгаркой попроще. Вот теперь они практически одинаковые. Вот. Можно теперь по этой ровнять и резать. Так. Начну. Последнее. Последнее. Так. Так. Так вот. Значит, обрезали. Значит, остановимся на креплении маяков. Вот. У меня я брал два пакета, две комнаты, поштукатурил. и они практически будут многоразовые. Получается, это самое. Использовал, снял, можно ещё раз использовать. Специально взял новый пакет, чтобы было видно, если кто будет искать, что вы посмотрели, как они называются. Вот таким образом. А каким, каким образом крепить? Очень просто. вот видите, вот это, направляющие, направляющие, пластиковые. Сюда вставляется, в стену закручивается саморез. Посмотри поближе. Так вот. Саморез закрутили, вот это, да, потом берётся направляющие, вот так сюда в саморез вставляется, вот вставилась она, уже, видите, вот она встала хорошо, после этого маячок сюда становится, да, и запирается вот специальным таким замочком. Видите, вот замочек вставляется вот таким образом. Так. Вот так. Раз, два, три. И вот этот замочек сюда вставляется. Вот. Раз. И вот так закрыли его. Закрыли его. Так посильнее немножко. Учитывая, что этот маячок уже много раз стоял. Видите? Достаточно хороший. Вот видите? Нормально всё получилось. Хорошо. А снимается снимается в обратной последовательности. Ну, всё нормально здесь. Видно всё. В обратной последовательности берётся замочек вот этот снимается. Отвёрточкой можно ещё чем-то. Вот так сняли его. Сняли, потом раз и вытащили. Всё. Буду снимать, я вам покажу. Вот, пожалуй, всё. Значит, продолжаем работу. Значит, сеточку мы набили. Значит, устанавливаем лазерный уровень. Вот. Уровень вот такого плана. Уровень вот такого плана. Когда я начинал работать, я его устанавливал на пол. Ну, ходишь, значит, оно шевелится, сбивается очень плохо. Принял решение, значит, устанавливать его так вот на такую полочку. Установил. Каким образом мы работаем? Мы работаем следующим образом. Вот установили, значит, лазерный уровень. Значит, посмотрели расстояние. Расстояние получается, получается, вот стенки до самой, значит, линии отбивки, получается 4 см. Вот здесь 4 см. Условно берём. Значит, именно на той стороне, на той стенке, значит, вот на 4 см. Мы, значит, их отмечаем, отмечаем, что да, да, делаем отметку и выставляем. Выставили. Значит, просмотрели, значит, стенку, значит, определились, что самая выпуклая часть стены у нас получилась в центре. В центре. От этой выпуклой части стены, значит, берём, замеряем и делаем отметку на линеечке. Вот намерили, отметили линеечку, где-то получается 3,5 см. Значит, после этого, когда мы это отметили, берём просто, где у нас кресты были, значит, вот и выставляем это дело. Вот видите, вот поставили, здесь вот получается, что не значит, чуть-чуть надо, что делать, ещё углубить. И вот так берём, подкручиваем. Можно шуруповёртным это сразу делаем. Ну вот, где-то так. Где-то так. И, значит, все такие, значит, по всем крестам. Вот у нас один есть, одна отметка есть, сейчас ещё, а вот, вот у нас следующая должна быть отметка, следующая отметка. Значит, сейчас поставим и будем делать, соответственно, отметки. Так, лестницу возьмём и пошли. Видишь, уже сложности-то никакой нету. А потом, чтобы было более понятнее, более понятно, значит, мы это самое дело всё нарисуем на рисунке. На рисунке. Так, раз, два, три. Вот так, раз, два, три. Вот это всё у нас здесь получается. Так, шуру поверхностно, конечно, побыстрее. Можно закрутить, ну ладно. Зато провод не тянуть. Вот таким образом. Закручиваем. Вот так вот. Закрутили свет яркий, можно и не увидеть. С этой стороны. С этой стороны. Ещё надо крутить. Здесь центр самый. Ещё надо крутить. Так вот. Так, ещё немножко. Варь, немножко ещё вкрутить. И будет нормально. Ну, пожалуй, хорошо здесь Павел и пойдёт. Так, и сверху здесь. А здесь вот крестик мы не драли. Здесь придётся нам заново искать, потому что крестик что-то делали. Я не уверен, что это там, но посмотрим сейчас. Посмотрим. Так вот, сюда. Сюда. Вот он крестик. А здесь отметка вроде есть. Ну, посмотрим сейчас. Посмотрим здесь. Следом, это она отметка. Ну, видно будет сейчас. Так вот. Можно вместо лазерного уровня простой уровень использоваться. Или отвес может быть лазерным уровнем попроще. Немножко. Хотя, кто знает. Так. Смотрим, проверяю. Опа. Я его здесь не вижу. А нет, вот он. Далёко. Яркий свет. Его не видно. Его не видно. Ещё. Наверное, маленький свет немножко уберём. Значит, вот практически мы, значит, установили. Вот видите, саморез поставили. Раз, два, три. Поставили. Там поставили. Всё хорошо, всё получилось, всё нормально. Но здесь у нас, видите, лазерный узор таким образом устроено, то, что вот он берёт только один саморез. Вот этот мы саморез взяли, а эти два мы не установили. Что мы будем делать? Мы просто берём, значит, с этого самореза, вот провела устанавливаем сюда и по простому уровню пробиваем два самореза. А для того, чтобы до конца разобраться, чтобы все поняли, вот идея с лазерным узорем, она примерно выглядит следующим образом. Вот если перенести это всё на чертёж, то это будет получаться следующим образом. Вот берём, значит, условно нашу стену. Вот, видите, вот эта наша стена получается, ну, я пример беру такой, значит, вот она такого вида. Вот такая стена у нас получилась. Ну, конечно, она такая быть не может, но тем не менее, видите, вот изогнутая. Мы, значит, установили лазерный уровень. Вот установили лазерный уровень, сюда поставили его, вот, значит, ну и пробили луч, луч вот так вот пробили, вот, пробили луч, луч пробили. Значит, мы что делаем? Первоначально, первоначально мы когда устанавливали, примерно установили, чтобы он одинаково стоял. После этого определили выпуклость стены, вот выпуклость стены, выпуклость стены, получается вот это. Условно она будет N единиц, ну, к примеру, допустим, 3 сантиметра от этого луча, или, допустим, ну, любое число, вот 3 сантиметра, к примеру, да, берём, замеряем вот эти 3 сантиметра. Эти 3 сантиметра, ну, в данном случае у нас было 3,5, переносим, допустим, на любой указатель, линейку, что угодно, вот мы замерили, закрутили саморез, вот это будет саморез у нас, головка самореза, вот, закрутили головку самореза. А все остальные саморезы мы берем уже, вот видите, это величину берем, вот так вот будем закручивать, когда будем его закручивать, вот закрутили его, вот головка будет здесь, вот видите, головка будет здесь, и уже мы будем, будет одинаково она, вот она будет, видите, вот так вот, будет одинаково, понятно или не понятно? я думаю понятно то есть вот когда мы его закрутим вот получается закрутили его вот видите вот три сантиметра на перейдем перейдет сюда со соответственно саморез будет выкручиваться будет больше и здесь саморез будет выкручиваться больше а здесь меньше будет одинаково расстояние ну вот пожалуй все сейчас будем устанавливать уже что направлять сейчас там доделаем немножко потом будем направляющие вот сейчас при помощи простого уровня и провела вот нормально я думаю что не стрелять хорошо пойдет вверх так вот 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 слой получится нормально это будет очень легко еще чуть-чуть чуть-чуть значит устанавливаем крепление маячков вот по центру это поставить поставили можно значит сразу все поставить можно отдельно каждый поставил потом маячок вот таким образом раз это не новое уже крепление это уже как говорится мы снимали и ставили еще пока пойдут в самом конце вернее здесь в центре здесь получается будем говорить что на минимум сводили если вот крепление само не встанет не станет придется маленько подолбить посмотрим можете станет и на здесь в конце потом подобно немножко так сейчас наверху наверху поставим вот все пожалуй закрепим вот таким образом единственно что я не знаю вот пятачок здесь напротив крепления попал наверное будет выкручивать надо скорее всего выкрутим его потому что желательно чтобы ничего не мешало хотя можете встанет посмотрим видно будет вот так вот закрепление поставила так образом слой раствора будет такой небольшой немаленький самый нормальный средний такой слой получится почему потому что видеть получается саморез плюс миллиметра 3 наверно само укрепление и 5 миллиметров и 5 миллиметров уже маячок но слишком маленький тоже плохо кажется может быть без маячков можно и меньше сделать значит таким образом но помощи его из вот таким вот и сейчас мы еще к ним поставим потом там продолжим вот таким образом все так поставили и устанавливаем маячок подготовительная работа она много времени занимает но с другой стороны кто-то сразу полностью подготовительную работу делать кто-то значит поэтапно мне нравится я допустим вот сделал одну стену маячки поставил маячки поставил все и следующую стену уже начинает штукатурить а это не готовится к следующему дню она высыхает можно следующую стукатурить но если допустим вы много сможете чтобы можно сразу больше сделать подготовительную работу это уже ваше решение вот поставим где-то получается сверху и ну сантиметр побольше можете и здесь хорошо так так оставим вот так а так вес стоит так 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 и и и по в вставить легче было бы а я закрепил крепление замочки не вставил а можно было бы сразу и замочки вставить она бы повеселее было вот видите одна направляющая уже стоит ну все пока первым сделано и водички попьем вот маяки мы значит закрепили закрепили теперь видите они недостаточно прочно стоят значит их надо закрепить закрепляем гипсовой шпаклевкой может штукатурка ну вот это таким образом берем водички сюда отберем тоже брали гипсовую штукатурку самую дешевую самую сейчас разведем ее лучше разводить маленькими порциями вот подготовили раствор видите он не такой не густой и недостаточно жидкий но это самый нормальный такой раствор видите вот мы еще поставили и вот теперь начнем его что делать так вот закреплять все первоначально когда начинал работать то есть тренироваться сам их практически полностью замазывал а потом пришел к выводу что полностью и не надо можно так чуть-чуть приподнимать она туда под низ а когда будем правилом выравнивать она лишь не выйдет вот таким образом маленькими порциями и вперед и пошла таким образом и пошли вот наеда слишком большое расстояние можно погуще что делать здесь пойдет таким образом как говорится видите где-то побольше где-то поменьше идет расстояние как я сказал около 10 сантиметров и пойдет покрепче будет держаться так хорошо я возьму можно со стеллажа можно с лестницей достаточно здесь не сложно это не сложно главное не свалиться самому так и все таким образом пошло так уже высоко на 2 маяк наверное думаю не хватит и пушка сохнет до завтрашнего дня а там посмотрим очень тоненький раствор получается очень тоненько все вот замазали значит теперь пусть только замазали да берем правило желательно сами тряпочку это или потом травила травила она полностью чуть-чуть не хватает виде берем значит сначала верхнюю часть вот накладываем на маячок наложили и что ровненько раз и проживает немножко так вот шевелим раз все и после этого на нее сейчас тоже тоже поставили и прижимаем и шире все вот излишки учатся излишки ведь вот она вот она вы вышли излишки вышли и после этого берем как говорится аккуратно не нажимая вот так вот чуть-чуть вот если где-то чтобы убрать вот можно так убрать ну принципе на весь нормально все вот убрать здесь чуть-чуть тоже получилось вот здесь можно убрать там нормально можно еще встать и убрать и убрать вот здесь чуть-чуть тоже раз вот так раз десять раз здесь раз раз надо будет все вот таким образом начать мы устанавливаем крепим маячки по этой стенке думаю все понятно все понятно за исключением если допустим кто-то еще до конца не разобрался как устанавливать направляющие направляющие именно по лазерному уровню как говорится повторим еще раз для закрепления получается сначала мы установили лазерный уровень после этого нашли самое место которое выходит ближе всего лазерный уровень так ближе и от этого места получается замерили расстояние получается до луча ну сколько получается два сантиметра и потом это 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 расстояние выставили по всей стене вот и все я думаю поняли ну все продолжаем работу значит приступаем непосредственно к штукатурке на сейчас подготовим раствор значит штукатурить быть цементно-песочным раствором но пропорции следующие вот беру одно ведро цемента и 4 ведра песка особенность такая но мне ребята подсказали тоже работали ребята подсказали что я чтобы он был помягче в воду воду немножко добавляю жидкого мыла ну любое пенящие средства вот таким образом все делаем мешает наш бетонамешалка запускаем бетонамешалку вот запишули накладили два ведра я уже туда засыпал песка теперь ты меня Продолжение следует... Продолжение следует... Так и не начали их стукатурить. Ну, сейчас попробуем одну полоску уже стукатурить и будем подводить итоги, что там, каким образом, что делается. Ну, вот, как говорится, внизу, в самом внизу, в самом внизу я пришел к выводу, что лучше стукатурить. Вот я у меня здесь лишь железо такое, да, и вот я беру, просто на лишь железо вываливаю и штукатурю. Вот, соответственно, здесь водичка, можно чуть-чуть водичкой сбрызнуть, да, можно стенку сбрызнуть, можно не сбрызгивать. Так, таким вот образом, да. Так, значит, ну, профессиональная штукатуря, когда штукатурят, у них там кисть работает и все прочее. Я длительное время, ну, не мог понять, каким образом это сделать, но кисть у меня так до сих пор не работает, но я пришел к выводу, следующим образом, значит, начал делать. Если вот взять, вот, мастеров, взяли вот в таком положении, да, очень сложно кистью работать. А если взять его в таком положении, вот если к стене подвести, да, чтобы он был повернут, видите, вот, вот так вот, направление стены, вот, видите, вот, направление стены. Вот если в таком положении взять его и в таком положении работать, вот, берем, да, и вот, раз, видите, да, вот, раз, вот, раз, и уже будет очень хорошо и очень удобно, да. вот видите каким образом так вот таким образом если делать ну так немножко накидали что и снимаете этот раствор вот раз сюда основ положили немножко густоватый получился и вот можно водичка давай вот вот таким образом большими порциями тоже ведь у вас видите как держу большими порциями брать смысла нету небольшими порциями эти вот вот таким образом вот она ведь вот в этот пошел и пошел накидали и вот вот таким образом мы смочили здесь еще с прошлого года сильный песок за зиму камушек на это сама набросала ну уберем перед началом штукатурки я планировал раствор штукатурку затирать но потом посмотрел и решил не затирать ну вот вот видите вот таким образом вот как раз пошло очень просто и легко немножко раз и снимаем но сюда и таким же образом если с этой стороны мы так вот мастеров держим да если на эту сторону переходим поворачиваю вот таким образом вот видите вот можете вот так чуть-чуть вот раз и уже будет будет проще раз будет идти проще вот таким вот так накидом немножко рассор даже можно было пожиже я сама мастерком мастерком вот внизу только накидываю потому что внизу совком не очень удобно а уже выше выше там на накидываю совочком до туда дойдет ведерочки там и расходы вы потом уже посмотрим что будет дальше эти вот таким образом не спеша надо учитывать то что этим делом я никогда не занимался в прошлом году возникла проблема такая надо было начать штукатурить попытался найти специалистов которые возьмутся за эту работу ну почему-то желающих штукатурить цементно-песочным раствором не нашлось и нашлось тем более видите подсетку еще набивать и захотели хотя эти специалисты которые приходили они мне отрицали что цементно-песочным раствором получается покрепче крепче получи как говорится штукатурить не захотели пришлось самому начинать потихоньку потихоньку говорится дело движется к концу еще много что-то перед но по крайней мере не столько сколько было осталось один коридор вот таким образом и что хорошо с жестью с металлом всегда можно что делать можно использовать раствор упал он немножко его можно использовать еще раз вот таким образом это какие-то за неровности это ничего страшно потом можно вернуться и доделать это дело доделать и будет хорошо ну вот одно ведро практически уже ушло ну еще камушки попадается просто как говорится с прошлого года лис лежит где-то остался там ничего страшного уже на такую высоту я поднялся на такую что понятно практически можно и совком сейчас мы продолжим работу заберем это сюда так пойдем новый раствор наберем что хорошо когда бетономешалка можно его все периодически подмешивать он постоял немножко вот видите надо добавить заводить за новой порции раствора маленького подмешали освежили таким образом слишком полно тоже не надо тяжеловато таскать вот а теперь вот вы маленько поднялись уже после того когда поднялись сюда значит вот будем уже накидывать сапков вот таким образом берем небольшими порциями раз вот и поехали такими образом небольшими порциями и пошли я вот так вот сюда делал как говорится видите вот так вот раз вот она вот встала набрал чуть-чуть раз берете снимать вот сняли это раз можно кисточку так использовать вот таким образом вот так я думаю если кто ни разу этим делом не занимался как я вот возьмется это же насчет получаться у него ведь вот таким образом не спеша и пошла на и пошла вот так вот первоначально я планировал все накидывать мастерком вроде бы мастерок раньше подержал рука а самок нет но потом пришел к выводу что совочком полегче и побыстрее синить туда ну вот здесь видно вот видите вот здесь вот нормально все более-менее а вот здесь вот видите вот чуть-чуть не докидал чуть-чуть не даю ну пропустил поспешил может быть да что делаем но это будет ванна с одной стороны будем плитку возить она может быть и так бы пошло но коль начали делать можно сделать берем все маленькие маленькими порциями вот так вот и подкидывать где-то не понравилось если чуть-чуть добавили добавили и не снимаем это дело сняли вот видите это дело все ушло и вот таким образом весело весело и вперед майские праздники встречаем за работой потом до штукатуре посмотрим все конечно сегодня не за штукатуре но как-нибудь до шашлыков одну полоску сделаем все поехали а а а а а а а и а и а сахаром положение кидать удобно уже выше и придется с целым положение кидать применение в доме то есть колеса повыше посадки есть выше-выше и того когда берешь легче сюда ты его возьмешь вот ну самый конец ну и Получается, как вы можете, очень удобно. Соли немножко. Соли убрали. Соли убрали. Вот видно, куда надо еще попрыгнуть. Здесь же, в принципе, немножко стена неровная, видите, отходит. Здесь, может быть, есть смысл набраться в два этапа. Вот видите, вот она вот. Набросал, уже потом. Набросал, она встала. А вот на другой день уже уже почистовое. Ну, посмотрим, можно еще попробуем немножко еще покидать. А здесь, может быть, и из-за чего составим. Ну, посмотрим. Вот так вот. Вот так вот. И теперь... Вот, завершаем. Значит, рабочий день. Подводим краткие итоги. Ну, вот сегодня мы, что... Начали подготовку стены к штукатурке. Значит, установили сетку. Установили маяки. Уже схватывается. Завтра можно здесь уже будет штукатурить. Начали штукатурить вот эту сетку. Вот эту стену. Практически заштукатурили. Ну, здесь вот маленькая толщина бы большая. И потом здесь вот бетон сползает. Потому немножко оставили. В следующий раз за штукатурю. Значит, у многих всегда вопросы. И у меня были в свое время вопросы. Вот видите. Маяки. Убирать, не убирать. Но я пришел к выводу, что надо убирать. Убирается не просто очень. Береза здесь постучал немножко. Потянул. Вот, до крепления. Крепление вытащил. И дальше до следующего крепления. Очень просто. Ну и вот. Итог. Можно посмотреть. Начинали. В прошлом году. Практически. Вот эту. Комнату уже. А штукатурили. За исключением откосов. Видите. Но окна еще я не сделал. Но будет сделано. В ближайшее время. Как говорится. Будет время. И вот эту комнату. И. И вот эту комнату. Здесь можно что посмотреть. Здесь можно посмотреть. Вот. Вот. Оконные. Видите. Вот. Оконные проемы. Дверные проемы. Вот. Для того, чтобы заштукатурить. Тоже. Вот. Маяки поставили. По правилу выставляют. Вот эти речки. Там доски поставили. Вот. Закрепили их. И вот штукатуришь. Штукатуришь. Практически. Край будет ровный. Что здесь вот. Что здесь. Ну значит. И в завершение хочу сказать. Что я начинал штукатурить. По. Необходимости. Потому что не нашел специалистов. Которые будут штукатурить. Начал штукатурить. Вроде начало получаться. И сейчас уже думаю. Что я сам. Своими руками. Все же заштукатурю. И кто. У кого будет желание. Я думаю. Каждый сможет. Ничего здесь сложного нету. Попробуйте. У вас получится. И тоже будете штукатурить. Все. До свидания. До новыеichtlichи. До новых встреч.